А нечего спать на работе Всем привет, вы смотрите канал Боевые Ботаники Все, все, время нет, уже пора С вентиляторным заводом заключает договор Всем привет, вы смотрите канал Боевые Ботаники И сегодня у нас необычный праздничный выпуск 18 мая, день рождения всеми любимого Андрея Басынина За что же мы его так любим? Наверное, за то, каким он бывает А каким он бывает? А давайте вспомним А давайте Я такой человек, я всем все раздаю И у меня поэтому ничего не остается никогда Сейчас дам сумму воспетений, выше вариации Такая красивая нога Красивые пальчики Я же тоже красивый Мы ноги на грузу, или что, на ногах мы ходим Я ему говорю, а он улыбается и говорит То есть я до седания не рюмю сто процентов Ну вот, и все, что на ногах будет Но если серьезно, то и держи туда Вот допустим, если я тебе покуп Сейчас вот так вот ударю там в грудах У тебя там дырка сразу маяется Особенно если там как в фильмах Встал на четвереньке, на четвереньке, да? Встать на четвереньке То есть да, да, спил, подбежал, как дал ему здесь Сюжать, зачем ты занимаешься? Привет, не делаешь покурить? Бутылочка пива после нырки это хорошо Я сегодня утром проснулся и подумал Блин, мне надо заняться спортом Потом сходил там, зубы почистил Да ими сегодня Самый целеустремленный человек, это человек, который хочет в туалет Прибежал, здесь закрыто Теперь здесь закрыто, а что такое? Через забор, через стройку Прибежал домой, встал, ну хорошо Не, ну не, можно, конечно, там за гаражом Но ты найдешь здесь место То же самое и на тренировку Может, я могу сейчас просто сочиниться просто на хору? Вот случай в Новый год был Я бегу, 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 3 часа ночи, 4 час Лето, погода хорошая Я где-то на побольшом уже бегу И слышу, беги, беги, сучая морда Еду, нормально ты Повернулся, но и два человека бегут на виду пьяных Я думаю, ну ладно, что, давай Я такой, я не могу остановиться Еду Не, понимаешь, желаю догонять их Я догоняю, догоняю И идут просто два здорового таких дядьки Они идут, я так просто прибегаю И они, о, молочина Я разворачиваю Ребят, вы только мне кричали, беги, беги, сучая морда Один из этих дорогих Это он Я А там стоит лысый Такой качок Он мне такой Ты кто такой? Че ты там, давай, че ты там С пистолетом тыкает тебе в глаза Че ты там, че ты И я думаю, ну че ж мне с ним сделать Он бьет там или просто Ребят там заниматься Мне он не нравится Я дал ему сюда в подмышку И он там Хлопыть И положил тысяч человек Мы подрались Я вышел из-за взялки Мне Заморозили пидро Ладно, шутки Слушай, а че подарим-то им? Я носки подарил Какие носки, че издеваешься? Давай, давай билеты в театр Да его в шортах не пустят О, я придумал Врубай камеру Дорогие зрители Мы так и не сошли с Давидом По поводу того, что же подарить Андрею На день рождения И поэтому мы решили сделать ход конем Сделать подарок вам В его праздник Итак, смотрите выпуск С ответами Андрея Басынина На ваши вопросы Интересно, какой вес на Андрея? Ну давайте посмотрим Ну вот нормально Чаша А без Жени Будет элита 77-700 Андрей, а вот еще есть вопрос Спрошу, как ты питаешься? Вообще, в чем особенности питания Для единоборств нужно ли спортивное питание? Ну, спортивное питание Я начал спортивное питание употреблять, когда мне 30 лет исполнилось А до этого я и ел обычную пищу Самое главное, они есть Всякие Допустим, макдональдса Полуфабрикатов Есть нормальная фастфуд Есть нормальная пища Желательно, чтобы она была приготовлена В этот же день и есть Ну, то есть живая еда То есть, которая стоит там День, два, три, четыре То есть, нельзя сварить гречневую кашу И на третий день не доедать? Не, ну, можно Но просто, как бы так стоит Вообще, лучше есть Приготовить и сразу съесть И поменьше жареного Ну, то есть, жареного слишком Ну, есть надо говядину, если мы говорим про единоборство Там, на паспортную говядину Или индейки Или курица И вот Рыбу надо есть Калории считаешь? Я ничего не считаю Не, ну, когда ты вес уже гоняешь Там уже ты уже правильно питание начнешь подгонять А так, если надо всегда есть Такое, чтобы рацион был Более обязательно включены овощи, фрукты Слушай, ну, это общие вещи такие Это любым полезно? Нет, нет, нет Вообще, знаете, как у меня Сестра двоюродная Чего ты никак не похудеет? Приходит вечером тазик салата с майонезом Вот такой Чего ты никак не похудеет? Слушай, ну, вообще, значение питания в единоборствах Оно велико? Или в отличие, не знаю, от бодибилдинга От фитнеса Это все-таки не так важно? Ну, не знаю, я стараюсь правильно питаться Я еще всегда стараюсь правильно То есть, если я, допустим, беру кефир вот отсюда Я, как бы, не буду смешивать, допустим С тем бочком, если я возьму там что-то другое Ну, тут по датам себя оперованы, да? Овощи с мясом То есть, не стараясь там перемешивать Там жареную картошку с мясом Такой-то всегда тяжело это для живых Я, как бы, не ем Я стараюсь так разделять и не передать Что есть перед тренировкой и после тренировки? А? А я могу здесь за три сутки тренировки тренироваться Не, нормально А кому-то за три часа тяжело Это вообще чисто индивидуально Мы же говорим о общем, да, там питании Я всегда советую, не надо там есть эти фасуды Всякого-то, чипсы Это, как бы, не очень хорошо Не, вот Там, кока-колу пить, газировку Лучше пить чай нормальный Там, воду Простую воду, там, воду очищенную Все А если уже говорить о правильном О сгонке веса Там уже достаточно все серьезно Надо убирать Убирать Ну, это уже отдельно Как ты относишься к каким-нибудь Притренировочным напиткам Для повышения Слушайте, я вообще не пью Я только начал пить, вот 30 лет Питание и сон Это самое главное То есть Если ты мало спишь Ты хоть что ешь То есть организм останавливается Мы знаем В течение сна То есть если ты спишь Как бы, там, минимум Восемь часов Тогда нормально Если ты будешь спать Там, 4-6 часов Ты хоть как Хоть что ешь Тебя сону не будет хватать Потому что мышцы Устанавливаются во время сна Спасибо, Андрей Я думаю, ты ответил на вопрос Наши зрители Поехали, погожай Пекар день не будет? Угу Девочек тоже Угу Ого, спасибо Отлично Андрей, а вот зрители еще задают вопрос А как ты оцениваешь Видео уроки тайского бокса Вадима Чемякина? Техника 5.7 Артистизм 5.9 Ну, а если серьезно Ситуация Мне не боятся Нет, поэтому Чемпион Европы Все Но по технике Я вообще Ничего не могу Не понравилось Как он учит Или как он сам Ему демонстрирует Да нет Учит там показ Ударная техника Рука нормальная Ноги нормальные Колени мне не понравились Причем колени Он по возрасту Бьет по одному Мишку по другому То есть Я по другому Бью колени Локти чуть-чуть Не так Но я думаю Просто в те времена Очень многие люди Кто занимались Боксом Как правило Все с бокса Ушли в тайский бокс И там Половина Никто даже не знал Там колени Локтями Кто-то там надумал Кто-то сидел Посмотрел И ты сейчас Уже Уже всем по-другому Все бьется Уже реально Тайский бокс Тайский бокс Уже методика Подготовка бойца Техника Подводящих упражнений А локоть И вот так Локтями Стал чемпионом Европы Значит нормально Работает Кстати Есть еще один вопрос От зрителей По поводу техники Человек пишет Что Зачастую считается Что в тайском боксе Нету таких Классических Нырков-уклонов Как в обычном боксе Но ты в своих уроках И не на нашем канале На своем канале На канале клетки Часто показывают Нырки-уклоны Так все-таки В тайском боксе Нырки-уклоны Чем отличаются От нырков-уклонов в боксе И чем отличаются От таких же приемов ММА Например Нет В тайском боксе Есть уклоны Нырки Но они не такие То есть Не такие Может амплитудные Не так часто Применяются То есть Как правило Там все руки Вставят в разрез Если посмотреть Там чисто тайский бокс Или так Чисто тай Допустим В Таиланде Как они дерутся Они вставят Клин Как правило Атакуют Но очень часто Бывает Можно увидеть на видео Когда человек Подвернул Ударил Или смахнул руку Или уклонился Я же могу продемонстрировать Как этот уклон Использовать Там с коленями С локтем Очень как бы Часто Когда в клинче Или какая-то работа Делать Делать Нырки Раз Подвернул Здесь Или отсюда Зашел То есть Не в таком числе Виде Там Раз Два Ныряешь Где-то Если боковой удар Раз Ушит Ну а Про Самую работу Уклона Да Самая простая Лимитарная Как заходит Идет Джек Чет Бам Перекрылся Потом Ты уходишь С укулоном Сюда Перехват И делаешь Уже Колено Здесь Работает Он не в чистом виде Как в боксе Ты стоишь Уклоняешь Раз Уклоняешь Дву Сюда А ты как Вот Зашел Корпус убираешь Самой работаешь На уклоне Где-то Где-то Навстречу Там Ударят Правильно Как правило Втаять Из-за того Что там Колени Лопс Ты перекрываешь И там Работаешь Отсюда На перекрытии Но Очень часто Бойцы Само Применяют А вымомы И вымой Тоже Применяем Тоже По-другому Ну Чуть Может То есть Если Допустим Боксом Опять Качаем Корпус Раз Два Кто-то Так Уже Вмм Чуть Ниже Подседает Для того Что здесь Работать На корпус Это часто Можно наблюдать Если Допустим В боксе Мы можем Провести Серию Комбинаций 5-6-7 Ударов И выйти Вмм Очень часто Можно наблюдать Когда Ты пропустил 3-4 Удар Чуть Ушел Там И пошел На корпус Работать Здесь Раз Перекрылся И уже Ушел Опять Как Не ныряет Не может Быть Не ныряет То есть Нырки Можно Использовать Опять Для того Чтобы Уйти Оттуда То есть Если идет Боковой удар Почему-то Не нырнусь Не значит Что ты Будешь Нырять А я Перехватил Ударил Ну и совсем Размашно Отколом Ныров Просто Бокс Подстрахован Тем Что Ногами Не бьют Никаких Ни проход Ничего Девят Поэтому Ты можешь Чистить Стоять Такой Очень часто Нужно наблюдать Какие Стойки Стоят Перекрываются Если в Тае Ты уже стоишь Здесь можно Ногами Накидать Как Некоторая ошибка Те Кто с бокса Тем более Приходят В тайский бокс Но опять Это не значит Что Ко всем Боксерам Относится Боксеры Разные Очень часто Некоторые ребята Ложатся Вперед Ты просто Подходишь И начинаешь Здесь уже Коленями Работать То есть Опять Это привычка А кто-то Боксеры Которые Тренировались И в Наталье Я просто Разговаривал Буквально Сего Ничего Он уже Как бы Не допускает А кто-то Сейчас Улюбительская Не ложатся Так У нас Удобно Тебе ударить Туда Колено Уклоны Нырки Это Как будто Часть Защиты То есть Мы не только Перекрываемся Луками Мы Опять Убираем Голову Можем Бить Вразрез Убирать Корпус Наши Девчисто Виде Как Бокси Говорите Чисто В тайском боксе Кто-то Не использует Может Кто-то Использует Допустим Как Райванд Декер И использовал Есть Некоторые Бойцы Используют Но Уклоны Нырки Это Опять Координация Координация Бойца Умение Работать С корпусом Бить А там Что же Сам Убираешь Уклониться Тебе Или Ныреть Или Отклоны Отклоны Они Девят Но Это Не значит Что В тайском Боксе Нет Надо развивать Координировать Поэтому Уклоняться Нырять У нас Это Нормально Как ты Настраиваешь Спортсменов На поединок Психологически Эмоционально Настройся Настройся Соберись Иззутя Алодный ум Сильное сердце Где бывает Я часто Шучу Я на самом Деле Сидишь Шутишь Ну Разгружаешь Если Чик Боится Не знаю В прошлом Бои Например Получил Травму Серьезную Нет Там Не Видно Там Все Взверженность Страх Все Это Внутри У Каждый Я знаю Самое Глупое Что Можно Сказать Это Как Очень Многие Часто Говорят Вообще Выгоняйся Своих Увов Кого Такие Подходят Типа Чик Выходит Допустим Петя Петя Все Он Тебя Боится Вышел На рынок Да Точно Боится Говоришь Настройся Выйди Сделай То Что Умеешь Как Готовился Соберись Поддержка Слушай А если Наоборот Ты чувствуешь Что У твоего Спортсмена Пренебрежительно Снисходить На отношения Такой Бывает Все Я его Сейчас Разорву А если Не порвешь Вот Ты выходишь И начинается Вой И ты понимаешь Что бой идет Не по твоему Сценарию Ты хотел Порвать И теперь Мы живем В обществе Мы сразу Начинаем Думать Я говорю Что порву А теперь И не рву Что во мне Подумает Тренер Что во мне Подумают Другие И здесь Человек Во время Боя Начинает Гореть Он Начинает Думать Поэтому Всегда Мы Не должны Недооценивать Не переоценивать Соперника Мы выходим И выполняем Ту поставленную Задачу Которая Была поставлена Тренером Если Первый раз В жизни Дерется Человек Никакой Задачи Нет Потому что Само Главное Выйти Само Главное Тяжело Само Первую часть Перелез Через день Когда Я дрался Я тоже Любитель Пошутить Пошутил Посмеялся По всему Относиться Но Когда Нормально Серьезно Там Даже Настолько Серьезно Турнир Могут Ножом Глаз Сидись Я Мог Перед Боем Поспать Один раз Был Вызываю Готовиться Я просыпаюсь Глазами Не выспался В поезде Потому что Алкаши Соседи Были Пока Не успокоил И вот Все Простите Все Выходим Готов Кстати Еще один вопрос На эту же тему Спрашивает Человек Где Можно Найти Записи Твоих Боев Спаринг Соревнований Сыну В ютубе Есть Как Когда Я дрался То есть Что Сейчас Хорошо Когда Там Команда Выезжаешь Сейчас Почту Я Все Снимаю Вот Моих То есть У меня Кабачин Не снимал Нет Есть Там Бои Там И вот По На По На По По Тайскому Боксу Есть В Интернете Есть Там Бои Просто Набрать Ютуб Так Еще Один вопрос У После Лоу-кик-пати Была Серьезная Травма Колена Интересно Как Он Ее Залечили Это Неправедная Информация Не знаю Откуда Такая Информация После Лоу-кик-пати У меня Вообще Все Шикарно Было У меня Там Два Синяка На Голен Пример С Такой Точечкой Какой-то Мне Вцепилось Голень Я Нормально Был Готов Колено Травмировал Когда Я В 2010 Я Летом Отдохнул Осенью Мне сказали Что будет Турмир Я Начал Разминаться Прыгал Прыгал Как Хрустнет Колено На разминке Да Просто На разминке Я Делал Два Или Три Раза МРТ И У меня Врач Говорил Что Еще Не Операционный Случай У меня Просто Растянут Связки Скоро Придешь И Видим Когда Прыгал Как Хрустнет И Появился Операционный Случай Пришлось Переднюю Крестообразную Связку И Низки Вырязать Ну Это Неправильная Информация Но Поздно Лукикпати Я Вышел После Операции Когда Меня Связка Разорвала И Все Я Заблагодарил Растянулись Они Подвели Тебя К Операционному Случаю Не Лукикпати Это Было В Шестом А Связку Оперировал Три Год Назад Не Пол Остановился Да Нормально Я уже через 3 месяца Готовился На сбор Со сборниками На России Ну Не с ним Боксировал Нельзя Подраться Потому что Колено Положено Шести месяцев Полное Бездействие Покое Еще Шесть Наверное На такой Больный Активированный Да Ну Я Так Это Нетерпелив Андрей Зрители спрашивают Какие твои любимые Комбинации 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 Иленский Пешкой Ладью Берет В рассеянии Свою Блин, какой Я Блин Ну Вот Мне очень нравится Прямой Печень Луки Мне кажется Есть Набор Комбинаций Которые Очень много Кто использует Все бойцы Ну Вот Это Классика Раз Два Три Задний Прямой Передний Не задний Там Правый Прямой Левый Боковой Начинаем Их Задний Дальний Передний Дальний Прямой Печень Лукик Там Для любых Своих Сразу Отсюда Раз Два Три Стипа Начать Опять Я Мне очень нравится На печень Все Переводить Поэтому И Атаковать Через Переднюю Руку Вот сюда Колено Еще Боксинг Тренер Научил Когда Ты стоишь Джеб Потом Вот такой Снизу Вот так Поднимаешь Такое Самое Движение Ты Кидаешь Только Такой Снизу Вот Такое Движение Прям Прямо Промеж Перчаток Поднимаешь И Туда Дальний Загоняешь Участие Как бы Он Не накунтируешь Он Просто Снизу Идет Поднимаешь Голову Разбиваешь Защиту И Сразу Атакуешь Очень Дальше По передней Ноге Работать С внутренними Киками Было Такое Что Человек Отправился С двойки На Нокдал Перекрываться И Уже Дуй Не Пробить Я Просто Начал Снизу Здесь Пробиваешь Разрез На Контратаке Когда Атакуют Когда Постоянно 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 Туда И Здесь Постоянно Работать А Лобки Входят В Твою Любимую Доминацию Я Так Как Выходить С Кикбоксинга Я Локсер Ну Как Б Не Настолько То Видите Я Об этом Всегда Говорю Как Ты Заложил Во Мне Заложили Начало Боксерский Налог Кикбоксерский Налог Поэтому Здесь Работа На Локсях Тяжелее А Если Человек Выход Чисто В Тай И Когда Ему Закладывают Скажем С Начало Там Рука Колено Там Еще Там Сам Момент Такое Что Не Надо Я Похожу Начал На Бокс Потом Пойду На Тайский Бокс Когда Мне Хорошо Руки Поставят Руки Тяжелее На Тайском Боксе А Здесь Изначально Начало Координирует Рука Колено Там Локоть Там Рука Там То есть А Потом Уже Все Оттачивается И Ты Начинаешь Уже Понимать Там Здесь Рукой Здесь Локтем И Ты Уже В процессе С С Работы Ты Уже Закладываете Правильную Работу Именно Тайское Локоть А Если Человек Заложили Хорошую Работу На Сразу Очень Дорог Колени Это Уже Отдельная Тема Что Как Использовать Что Делать Но Коленя Какое-то Время Поймал Мне Очень Понравилось То есть Не так Как Раньше Многие Думают Что Клич Это Несение На Шее Там Совсем Все По Другому Андрей Вот Еще Можно Дилетантский Вопрос Про Бинты Зачем Вообще Бинтуют Руки От Боксеров Слышал Чтобы Пальцы Не Жалуются Так Почему В тайском Боксе Бинтуют Руки Андрей Андрей Во-первых Мы Фиксируем Костяшки Более Плотнее Для того Чтобы Не Выбивать Для Этого И Бинтуется Насчет Того Что Не Выбивают Руки В Карате В Кудо МММА Ну Как Б Я Не Знаю Насчет Я Снимался Карате Кюкашином Половина Страдает Выбитыми Большим Пальцем В Кудо Лично У меня Человек Занимается Кудо Занимался Они Дерутся Такими Маленькими Накладочками Бьют По Шелемам И У него Перелом Здесь Костяшки Все Там Вбивается Я В Мэй Там Если Мы Говорим О Профессионалах Там Все Темпует Делается Темповку Пластырем Чтобы Закрепить Так Делается Очень Темповку Без Бинтов Перчатки Работать Во-первых Неприятно На самом Дель Раз Потом Под Перчатка Она Ты потеешь Вся Прокладка Вся Подхладка Там Мокрая Ты будешь Утаскивать Она Со временем Прогниет Порьется И Перчатки Будут Вонять Есть Момент Там Пробит Перчатки Все Пробиты Перчатки Ты Дал Там Пробил Вести Кулак Вы Можете Да Делается Набивают Кулаки Пальцы Кисть Все Крепляет Но Это Не для Того Чтобы Драться В Боксерских Перчатках Без Бинтов Никто Не ходит В Шортах Без Трусов Хотя Может Есть Такие Мы Об этом Не знаем Кто-то Умудряется Одеть Защиту Без Трусов Носить А потом Сверху Трусы Были Такие Случа Но Как бы Это Не смешно Люди Не знали Что Как Одевать Так Так что Ребята Внимательные Лучше Спросите Так Следующий Вопрос Почему Для Австралиански Андрей Сказал Жене Брать Десятиунцовые Перчатки Это Боевой Вес Перчаток А для Любительских Спаррингов В тренировках Зале Это Просто Жесть Тем более Твинс Они Как Кирпичи Жесткие Ну Вот Твинс А Вот Кирпич Ну Смотрите Твинс Дам Поговорить Или Кирпичок И Десятиунцовые Это Тренировочная Перчатка Я думаю Такой Перчаткой Защиты Можно Не тренировать То есть Можно Уже Закрыться Как Подушки Вот Так Прикрылся Вот На Вот Это На самом Деле Еще Нормальная Перчатка Хотя Кулак Не Дожимается Плюс Момент Дожатия Кулака Мне Допуст Не Нравится Такие Большие Перчатки Ну И Многие Одевают Приходят Шестнадц Десятиунцовых И Потом Полтавер Проходит У них Уже Руки Висят А Сын Если Ты Новичок То есть Шестнадцатые Они Не Нужны Там Восемнадцать Двадцать Четырнадцать Двенадцать Да Согласен Еще Можно Вот Тут Двенадцать Солнцых Разница Вообще Ни О чем И По Рабочий Вес И Нерабочий Вес Боевой Вес То есть Мы Говорим Про Защита Когда У нас Такая Перчатка Мы Видим Перекрываемся Момент Потом Еще Другой Десятиунцовой Перчаткой Боевой Вес Боевой Вес Это Когда У вас Перчатка Обито Допустим Вот Десятиунцовка Соревновательной Перчатки Там И Вот Они Маленькие Маленькие Перчатки Но У них Есть Подушка Здесь Анти Нокау Они Очень Плотные Здесь Получается Опять Я Тренируюсь Я Учусь Перекрываться Есть Момент Просто Некоторые Ребята Тренируются У них Давным Давно Пробиты Перчатки Там И 12 Солнцей И 14 Солнцей Перчатки Висят В Виндии Я Три Месяца Потренировался Когда Тренировался По Десять Недель Я За Три Месяца Перчатки Разбил И Мне Один На Одном Спальниках Человеку Твойку Потому Что Вообще Я Туже Эти Перчатки Выкинул Попросил У друга Вот Эти Перчатки Он Заказал С Тайланд И У него Взял Эти И Начал Тренироваться Уже Нормальных Перчатков Все Со Время Не Пробиваются У нас Нет Культуры У нас Нет Культуры Того Что Если У тебя Перчатка Значит А Побегу Как У меня Пробитый Да Сами Все Знаешь Давно Пробитый Перчаткой У него Там Звездочки Дофига В голове Поэтому Допустим 10 12 Солнцев По сути Никакой Нет Разницы Если Разница 10 Если 10 И 14 Солнцев Тогда Да У меня Было 14 Солнцевых Перчатки Они Не Дожимаются Вот Как Эти Большие Перчатки Здесь Бывает Такая Накладка Что Ты Кулак Держишь Вот Так Я Бил Из Того Что Не Дожимал Кулак Я Драмировал Каким-то Управленным Косточку Связку Я Где-то Месяца Два Страдал Я Просто Не Мог Бить По мешку Очень Больно Было Здесь Связка Болела Мне Врач Сказал После Того Что Ты Не Дожжай Кулак Ударил И Здесь Какая-то Цепочка Пошла Что-то Нарушен В Таких Больших Я Не Работал По мешкам По мешкам Лучше Работать Снаряд Чтобы Кулак Нормально Сжимался Ты Работаешь Лег Ты Кулак Жал Нормально И Работаешь Но Опять Обязательно Безусловно Что Может Тромировать Кисть Где-то Подвернуть Или Или Бывает И Костяшку Можно Где-то Выбить Ты Боковой Дар Будешь Бить Не Дожмешь И Все Есть Сейчас Такая Классная Люди Покупает Спорт Ко мне Люди Я Смотрю Я Вообще Просто Удивляюсь Шлем Полторы Тысячи Рублей Пацан Одел В нем Еще Не Видит Какой Та Чем Он Такой В Два Складывается В два Раза Друг На Друга Что За Шлем Который Складывается Так Что На Вопрос Я думаю Ответил Да Серьезный Вопрос Очень Хотелось Узнать Меня Андрея По Поволу Того Что При этом Спортсмена После Приговора Ждет Не Только Срок Но Дисквалификация Запрет На Тренерскую Работу Срока Это Мало Еще Запрет На Тренерскую Работу Что Самое Страшное Вот Что Ты Думаешь По Этому Полу Вообще Еще Не Думаю У меня Нет Никакого Юридического Образования Это Не Забыл Букон В шкафу Слушайте Но Ты Рассказываешь Что Человек Сделал Мозгу Громко Ты Пришел Прописал Ему Тип Ты Никогда Об этом Не Думаешь Нет Так А что Он делает Мозгу Громко В 12 Штат Ночью В 4 Часа Утро Ты Готов Рискнуть Нет Ну Сейчас Понятно Сейчас Наличие Всех Законов И Особенно Какие Люди Пошли Сейчас Подстава Может Спокойно Заняться Кто Знает Допустим Пойду Сейчас Обижу Его Дочку С Женой Он Даст Живот Тип Конечно Надо Знать Законно За что Могут Посадить За что Нет Опять Вы же Не знают За что Посадили Или Шел Допустим Избил Детей Пятиклассников Или Кого Или Может Сейчас Много Людей Сажали За Самооборон Ты Не Можешь Убить Человек Который Ворвется Давы Вдарить На Щеку Которую Была громкая музыка Это не Самооборона Слушай Но он Умер От этого А мог бы Удавился Затылком Куда Где Все Затылком Могут Упасть Сейчас Под Скоронус И упасть Если Могут Там Думать Значит То есть Я Понимаешь Рекомендуешь Нашим Зрителям Поступать Так Я Рекомендую Поступать По Мужски А Уже Все Сто Много Это Уже Как Будет Расскажу Случай У меня Маленький Ребенок Родился Два Месяца Я Пригласил Товарища Чтобы Сделали Быстро Застеклили У меня Балкон И вот Я Спросил Сколько Вы Сделали За Три Дня Я Отлично Маленького Ребенка С женой К родителям Я Во всей Мусорке Побыстр Один день Поработал Второй День Вышел На Полдня Я Говорю Что Ты Вышел На Полдня Да Вот У меня Проблем Я Хорошо Раз Проходит Не успел За три Дня На Четвертый День Вообще Не Вышел Я Звоню Еще Я Совсем Хорошо Он Приходит У него Проблемы С девушкой Он Напился То есть Пришел То есть Ему Не волнует Вообще Что Как В каком Я Положении Он Пришел И сказал Слышу Я Жалею Что Мы живем Не в 12 Веке Сейчас Вы Как Дал Мечом По голове И все И никаких Не было Судов Ничего Сейчас Люди Не могут Отвечать За свои Поступки За учеников Ты чувствуешь Ответственность Что ты им Даешь Чувствую Но Кажется В голову Он Очень много Известил Жил Спокойненько Ребенок Очень Хорошенький Хорошо Учился Вырос Потом Пошел По удалению Вырезал Он Наказал Магиком За углом Кошечкой В общем Три раза В дебе ходил В клетку Три раза За неделю Ходил в клетку А у Аллы Четвертый А некоторые Потом просто Напросились Тренироваться Типа Подуснул Встряск Давай Давай Ну все Закончили Я могу Идти снимать Да Свой пиджак И устал Че ты снимаешь Давай Вырубай Свою камеру Где отсюда Давай Давай Иди Вон Давай А же Мне надо было Штаны Одеть Брюки Вот еще такой вопрос есть Андрей Мне 28 Влакита норм Еще в юности набивал Тренился Тренился А вот как насчет голени Есть ли смысл набивать Уже ведь не подросток Рост скелета прекратился Рост скелета прекратился И Андрюша закрутился Да нет Ну у нас же все равно же Там организм не растет Конечно Так как в детстве Но у нас все равно же Не может Там путь Она заживает Срастается Значит все равно там идет Процесс восстановления Про кулаки скажем То что он набил в детстве Мылся там в кулаки То есть если ты не будешь набивать их Там в 10 лет Они обратно вернутся В свое же первоначальное положение У меня один знаком Он учился Да Делать операции Да Лопоухие Да Чтобы быть нормальные уши Ну и там один там врач Говорит Ну делаем операции Сделали Да Но они же не знают О том что обратно Вернутся в такое положение То есть их ненадолго хватает Довольно То же самое с кулакем То же самое с голем Можно набивать Опять же надо только меру Знаете Говорим А то можно со мной У себя там разбить Все голем Я вообще не понял Как набивка связана С родственным скелетом А я еще не знаю Это же блин Надкосница Она просто У нас как это От нагрузки Получается Защитная реакция Организма Получается Она растает Там Надкосница А род скелета Но если может быть Набивает там в длину Кто-то там Набивает Ну так извините Так что это никак не связано Набивайте кулаки Опять же Мне еще всех больше Интересно Вы с какой целью Хотите набить Для того чтобы потом Как по бетону бить Но никто не бьет На бетон Или хотите ломать Если ты не дерешься Если ты не практикуешь Удары Лоу-кик Мидом Тогда Зачем набивать Зачем набивать Кулаки Если в перчатках В бинтах Все дерутся Смотрим про тайский бокс Говорят набивку Нажимание Накатывание Для того чтобы укреплять А набивать Я так понимаю Кто-то стоит И бьет Но это в карате Потому что опять же Карате одним ударом На повал Они дерутся И все ждут этого удара Там опять же Вот кюкашин Нога Они набиваются кулаки Но там у всех Пальцы выйдут Особенно большие Следующий вопрос Какой частью кулака Бить в уличной дыраке Какой частью Натренировался То и бьешь У нас же как бы Мышечная память Если я тренирую Бить вот эту частью Там вот так Я и буду бить Если я научился Вот этой части бить Я буду этой части бить Очень часто именно Бьют и выбивают Этой части Когда кулак Доворачивается Или приходит Там удар Допустим Мне вот так И там Под таким углом Ну допустим Я бью вот так И мне попадаю Вот так Такие вот В эту костяшку Человек Который тренирует С вами в перчатках Он понимает Какую часть Костяшку Он бьешь Я всегда Ксензирую внимание Всегда Дажать ее Блокат Ты-то и выступал И тренировался Ученикам Говорит Ученикам Говорит Поэтому Мы не Поэтому Говорю Снарядки Надо Вот я же говорил Про перчатки То есть Снарядки Надо использовать Когда работаешь Снарядки Ты используешь Для того Чтобы кулаки Не сдирать От мешок Ты забинтовался Одел снарядки Можешь даже не бинтоваться А если у тебя снарядка Если там Снарядка Внутри уже Потерлась Себе все Покладка Тогда ты можешь Конечно содрать Если нормально Ты вот снарядка Там бьешь Все У тебя Опять же Здесь все Тренируется А лучше Не деритесь А если Деритесь Народитесь Можно Народить Ладошки Ладошки Тоже Хороший Удав Как Дали По углу Нет Ну я этим Не разный Пользовался Хотя Вот вопрос Сейчас Попроб Или Да И глаз Да Было В чем ударить Куда ударить Я найду У нас же Всегда С детства Закладываются Мы вот Родились У нас Заложилось Там Мама Что Да ладно Там Вещества Там Минералы Там Кальций Все Как Заложено Сустав Сильный Неслабая Кость У меня Парнишка Четыре раза Ломал Три раза Уже Ломал Кость Уступал Да Слабая Видимо Кость И он Постоянно Ломает Там У меня Брат Сока Дрался На улице Один удар Попадает В лицо Ну там Ладно Синяк А он Ломает Все Кости Выбивает Пальц У него Все Здесь Перебита У него Эти кости Скоро сломал У него Спицы Составляли Мы уже Сказали Еще раз Ударишь Кость Мы Ничего Не сможем Тебе Остановить Или Ладошка Бей Все Вывод Какой Из Получительного Сделения Что Тебе Дала Мама Можешь Себе Кальций Не Знаю Я Сделал Знаешь Такие Выводы Я Не раз Не Удывал У нас Брат Близнец Я Не Раз У Если Я Лечу Зубы Каждые Полгода Он Не Лечит Вообще Очень Редко Что Далее Нам В детстве Заложилось У нас То И Так И Все То У него Там Постоянные Травмы Переломы У меня Вообще Все Нет Я Думаю Так Прекал Если Я Спасаю От Переломов Ты Спасаешь От Моих Переломов Я Сколько Занимаюсь У меня Никогда Ну Связка Нормально Упал Здесь Разорвал А Вот Таких Там Помил Сейчас Такие Переломы Налекись Костями Я Разговаривал С врачом Когда Ходился По спине Он Говорит Все Кто В 90 Годах Родились Те Кто Мама Носили Детей Там Была Большая Нехватка Продуктов И Соответственно Там Дети Рождались У Не Хватало Витаминов Все Остальное Они Артруст Но У меня Говорит У тебя Говорит Нормально Все Хорошо Говорит У меня Просто Отец Работал На Складе Там Все Таскал Оттуда Всегда Было Куча Колбасы Мясо Все Было И Вот Поэтому Все Что Заложилось Там Что Мама Заложила Там Мама Заложила Или Что Папа Принес Нет Тут Как Получается Или Мама Залож Или Папа Принесет Подбородком Это Как Знаешь Как Заживаться От рук Ну Как Перекрываешься Руками Колени Да Колени Да Ты Ноги Мы Перекрываем Ставим Здесь Ставим Защиту Опять Когда Клинч Я покажу Как Перекрывать Колени Но Самой Как Защита Если Я Здесь Встаю Зашел Туда Ударил Нет Такого Что Ты Раз Перекрыл Ногой Сбрасывай Сбрасывай Колени Если Тебя Сбрасывай Ты Ничего Не бросил В ММА Ты Можешь Подхватить И Кувыркнуть Когда Клинч Буду Показывать Я Скажу Как Через Скрутку У тебя На колено Бросить Но Как Такового Защита Когда Согнули Ты Меня Вот так Поймал Так Можно Молить О том Чтобы Нос Остался В целом Или Подбородок Зубы Не Выбили Потому Что В этом Вариате В таких Случах Сразу Как Человек На соревнованиях Стоит Такую позицию Неактивную Для Клинч Тут Сразу Отсчитать Потому Что Если Ты Не Работаешь Клинч Не Прижимаешь Потому Что Эта Защита Пробьет Колено Между Рук И Сразу Будет Жесткий Нокаут Когда Я Занимался Кою Была Такая Защита Когда Коленями Бьют Типа Ты Блокируешь Локтями И Начинает Там Народ Один Блокирует Другой Сейчас Пробью Комплекс Зачем Бить Бить Сверху Поднимаешь Сюда И Отсюда Сюда Всаживаешь По Плечам Он Вот так Выставляет Выстав Не Дал В брюхо Туда И Зачем Я буду Бить По Рукам Если Выставил Руки Я Или Протяну Дальше Потом Буду Атаковать Поэтому Колен Это очень страшно Колено Самый Сильный Удар Даже Сильнее Чем Кажется Митл По Тесту Потому Что Сама Конструкция Будет Бедра Только Если Острым Колено Бежим Страшно Если Не Острым А То Такой Тупой Не Ну Бедром Бедро Бедро Небец Это Опять Про Острым Всех Всегда Получается Острым Не Всех Вот Я Скажу Некотор Отрабатывают Или Жалеют Тру Тру Там Типа Ты Сделаешь Биф И Надо Сделать Такой Острый Колено И Сделать Снег Ты Там Да И Вот Они Стоят Нарабатывают Потом Когда Начинаются Соревнования Бои Начинают Друг 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 Бедрами Еще Вот Так Вот Иду Ты Просто Привыкли Бедрами Эти Часть Ты Идешь Всегда Острые Часть Поджимаешь Колено Туда Втыкаешь Там Начинают Спрашивать Всякие Глупые Вопросы Мне кажется Вы Сами Поддумаете Вопросы Зрите Вот Такими Вопросами Нормально Это Все Нормальные Вопросы Нормальных Людей Которые Хотят Что-то Понять Как Защищаться Кстати Еще Подожди В эту же Степь Отличный Вопрос Который Очень Добрый Просто Заикание Басынина Это От Бокса Да Просто Да В боксе Я еще Боят Когда Долго Нормально Да Могу Несколько Стреть Это Слово Могу Несколько Стреть Это Тоже Слово В Принципе От Бокса Да Это Здорово Все Голово Ударов Не Проходит Поэтому У Нас Как Боксер Несколько Раз Одно И Тоже Несколько Раз Одно И Тоже Можем Сказ А У Жени Допустим Всегда Много Читал Всегда То Несколько 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 Сейчас Видите Начал Заниматься Уже Меньше Там Потому Что Уже Дал По Другому Работу Что Делать Если Тайцы Упорно Не Пускают В Клинч И Держат На Дистанции Ну Допустим Какой Нибудь Каратист Пусти Не Пусти Не Пусти Не Ожи Тай Боксер У Нас Дрес Кот Держал Держал Меня Я Даже Не Понял Что Сделал Сбил Чего Там Чувак Анклуатировал Быстро Я Надевал 14 В В В Дело Не В Клинче Тайский Бокс Силен Не Только Клинч Силен Сильными Middle Kick Защита Опять Все Защита Пусть Он Прыгается Очень Много Есть Видео Тайквон Дон Ставят И Ударил Упал Это Не Значит Такой Плохой Боксер Такой Хороший Тайквон Выигрывает Не стиль Личность Боец Выигрывает Насколько Технически Как Развит То Поэтому Дело Не В Дорнадо Кикер Как А Дело Как Среагирует Там Парнер Даже У меня Ребята Тайцы Занимаются Я им Даю И Вертонщики Они Бьют Там И Такие Бьют Хотя Там Тайни Мало Так Бьют Для того Чтобы Понимать Как Защищаться От Этого Ты Стоишь 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 Крутаную А ты Даже Не Понял Что Случилось И Уснул Парананец Не Подпускает Клинчу Перекрылся Сильный Мит Он Как Дай Тайский Бок Заткнулся На силовые На сильные Входы На сильные Удары Клинча Еще Берешь И ломаешь Сильными Ударами А потом Я себя Подпустил Но Опять Если Мы В ринге Прыгаем Ты Ты Правильно Перемещаешься По рингу Срезаешь Углы Ты Можешь Загнать Если Захочешь Если Ты Умеешь Опять Это Владение Техники А Если Ты На 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 Футбольном Поле Понятно Так И Все И бегают Цветы Ходишь За Ним Вот И Все Не Это Умение Все Это Практиковаться Надо Но Проконичь Мы с ним Отдельный Выпуск И Не пропускайте Подписывайтесь Ждите Мы Вам Обещаем Но Это Все Так Свершится Это Будет Скоро Жень Уже Сам Напрашивается